10 февраля 2016 года самый центр Казани горит жилой дом на улице Пушкина. Именно этот пожар стал фатальным для пивного магазина на Островского 39. Заведение располагалось в арке на выезде с территории двора, охваченного огнем дома и мешало работе экстренных служб и эвакуации граждан. В итоге пивнушку отправили под ковш экскаватора. Во время сноса выяснилось, что собственник незаконно подключился к сетям водоканала. Это лишь один пример борьбы городских властей за порядок в рядах объектов стационарной и нестационарной торговли. Всего в Казани только в этом году снесено 262 незаконно возведенных строения. Из них 42 объекта стационарные. Под снос попали торговые павильоны в подземном переходе на улице Дементьева, магазин на улице Гудаванцева и ряд других. Впрочем, владельцы некоторых объектов, попавших в черный список, сдаваться не намерены. Например, печально известное кафе «Сайгон» в авиастроительном районе. «Вы знаете, что Верховный суд Республики Тарстан отменил решение авиастроительного суда. Обжаловать это решение может только прокурор Республики Тарстан». Стоит отметить, что регулярную борьбу против самостроев в Казани ведут с 2013 года. И за это время было в общей сложности демонтировано 1400 незаконно установленных киосков и павильонов. Город намерен продолжать эту борьбу и в будущем году, на что из бюджета будет выделено порядка 12 миллионов рублей. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир. 25 лет в эфире. С вами и для вас.